Впервые в Славянске-на-Кубани проходит фестиваль православной культуры «Единая вера, Единая Русь святая». Вот уже в течение нескольких лет сестричество из Белоруссии в честь святой преподобно-мученицы Великой княгини Елизаветы принимает активное участие в организации мероприятия. За это время о фестивале узнали во многих городах России и Белоруссии. Вот и у славянцев появилась возможность окунуться в атмосферу духовности и святости. Православная выставка-ярмарка «Кладезь» – часть духовно-просветительской программы «Единая вера, Единая Русь святая», организаторами которой являются Свято-Елисаветинский монастырь и Сестричество города Минска. В Славянске-на-Кубани проведение выставки стало возможным по благословению епископа Новороссийского и Геленджикского феогноста. С любовью с Белоруссией – таков девиз православной выставки-ярмарки. Мы лишний раз хотим напомнить, что мы – единый народ, что в основе нашей культуры, в основе нашего единства лежит наша вера, православие. Поэтому выставка – это отражение деятельности нашего монастыря православного. Свято-Елисаветинский монастырь сегодня – не просто одна из известнейших обителей Белоруссии. Это целый город с процветающим производством. Иконы, книги и фильмы духовного содержания для детей и взрослых. Оригинальные изделия из керамики и цветного мозаичного стекла, мази и бальзамы на травах, монастырские чаи и мед. Вот далеко не полный перечень того, что производит монастырь. Более 40 монастырских у нас в монастыре. И сами люди делают деревянные поделки, рамочки для икон. Это всё ручная работа. Меда прекрасная монастырская. В монастыре есть пасека, есть в монастыре люди, которые нет у семьи, многие с тюрем поприходили. Но именно на подворье они нашли своё место и помогают, чем могут. Там лесопилка очень хорошая. Вот поэтому всё, что деревянные поделки – это всё ручная работа наших мастеров, которые нашли себя при монастыре. Привлекательная экспозиция, разнообразные товары, вежливые послушницы, прекрасно знающие как историю монастыря, так и свою продукцию. Всё это привлекает к обители множество посетителей. Славянцы охотно приходят на ярмарку. Ведь здесь можно купить что-то полезное и узнать много интересного. Тут очень большой выбор литературы такой интересной. И детской, и взрослой. Заинтересовалась. Вот хожу, смотрю. С церковью надо жить, ну как, без Бога не до порога, как говорится. Всё равно мы все придём к Богу, куда нам идти. Так что и это полезно, и кассеты, и всё. Такая выставка первый раз, да, вот ещё не были. Также в рамках духовно-просветительской программы «Единая вера. Единая Русь святая» проходят беседы со школьниками, преподавателями и военными. А для самых маленьких гостей ярмарки организаторы приготовили приятный сюрприз. Малышей ожидает сказка в кукольном театре «Батлейка». Пресвятым младенцем на колени упадают, Христа Бога прославляют. И мы тоже упадаем, Христа прославляем, А Девы Марии, рождённого, смиренно молим. Просим тебя, Царь, небесный Государь, Дай мне та счастливая в мире проводить, Тебе служить и с тобою в твоём царстве во веки веков жить. Спектакль показывают каждый час, а после представления ребята смогут принять участие в играх и викторинах, а также увидеть настоящую белорусскую хатку. Организаторы фестиваля уверены, что благодаря таким мероприятиям можно правильно воспитывать детей и молодёжь, познакомить ребят с духовным наследием и тем самым возродить позабытые церковные ремесла и культурные традиции. Ну а мы напоминаем, выставка продлится до 22 ноября. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов, программа «События».